В усиленном режиме работают медики. Взросло не только число заболевших ОРВИ. Работы прибавляют и те, кто к морозам оказался не готов. Сейчас в травматологическом отделении городской больницы лечение проходит 6 пациентов с обморожением. Еще четверо с таким же диагнозом отправились домой на прошлой неделе. Как видно, мороз ошибок не прощает. Практически всегда дружба с горячительным прямой путь на больничную койку. Особо сложные случаи заканчиваются ампутацией. Основная причина, по которой поступают пациенты, это нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на морозе. Пациент становится, человек становится неадекватным и получает отморожение. Отморожение в этом году серьезное. У двух человек уже была пара ампутаций нижних конечностей на уровне голени. Еще есть такие пациенты, которые после отграничения некрузов, которым тоже будет произведена высокая ампутация. Жертвой сибирских морозов стал Вячеслав. Абсолютно трезвый мужчина, решил сократить путь домой, но провалился в яму. Выбраться и добраться до дома смог с трудом. Теперь молодого человека ждет ампутация. Зачастую в это отделение попадают пациенты с третьей и четвертой степенью обморожения. Но обращаться к медикам нужно при любом подозрении на обморожение. Ведь определить его степень с первого взгляда довольно сложно. При поступлении нельзя определить степень повреждения конечностей. Поэтому госпитализация нужна практически в любой стадии отморожения, особенно в ранние периоды. Потому что меры по спасению конечностей, конечно, замороженная конечность не может восстановиться, но можно уменьшить степень некроза. Поэтому ранее проведенное лечение, наложение термоизолирующих повязок может способствовать тому, чтобы отморожение будет не столь повреждающим. Не стать жертвой морозов можно, соблюдая элементарные правила. Не находиться в состоянии опьянения на холоде, одеваться по погоде и избегать криминальных ситуаций, которые могут повлечь за собой потерю сознания. Бдительными нужно быть и прохожим. Своевременная помощь человеку, который упал или находится без сознания, может спасти ему жизнь.